Всем привет, с вами снова Алексей Гладков и вы на канале Mobile Developer. Ну что же, у нас сегодня очередное видео из серии, где мы разбираем какие-то нюансы, посвященные Jetpack Compose. И сегодня мы поговорим про такую очень важную штуку, как сайд-эффекты, потому что без сайд-эффектов Compose по большому счету жить не может. Ну то есть это очень тяжело работать без сайд-эффектов полностью. Обсудим, какие подходы нам это дает, какие сайд-эффекты дает нам Google, потому что они, ну сайд-эффекты гугловские, да, которые из Compose, они в принципе являются подмножеством, да. В самой сути этих сайд-эффектов. Ну и сейчас, чуть попозже, я вам расскажу, для чего они нужны и как бы мы разберем отличия декларативной верстки от стандартного подхода и почему в декларативной верстке без сайд-эффектов практически никак не обойтись. Собственно, поэтому видео сегодня будет такое вот практическое, максимально конкретное, как всегда про все наши видео в Compose. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте, что у меня на канале есть Patreon и Boosty, где вы можете получить доступ, ранний доступ к видео и доступ к некоторым эксклюзивным видео, а также онлайн-менторинг. Плюс я есть в различных соцсетях, поэтому подписывайтесь, там совершенно другого типа контент. Там какие-то новости, опросы, взаимодействие с аудиторией и так далее. Все ссылки будут в описании, плюс вы видите их на экране. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее и поехали. Ну а прежде чем начнем, хотел бы сказать, что для демонстрации вот того, как все это написано, да, все, что вы сейчас увидите и всех предыдущих видео, связанных с Compose, у меня существует специальный репозиторий. Так называется Jetpack Compose Demo, где вот все это сделано, ссылка будет, естественно, в описании, оно на GitHub есть, это достаточно легко найти. Его можно форкать, использовать как шаблон, делайте с ним что хотите. В принципе, там у меня есть много примеров разных технологий, потому что технологии меняются с какой-то феерической просто быстрой скоростью. Я думаю, все уже заметили, что не успели вы выучить XML или Room или еще что-то. Вот уже Kotlin Multiplatform, только вы начали учить Kotlin Multiplatform, Compose Multiplatform, начали делать Compose Multiplatform, тут же началась еще какая-нибудь история. То есть все меняется крайне быстро. И это, кстати, происходит не только в разработке, это происходит, наверное, вот в принципе в инженерном, в технологиях в целом, да, технологии слишком быстро развиваются. И, например, если взять какую-то очень высокотехнологичную отрасль, такой как, например, космос, то мы уже, как бы сказать, не восторгаемся, не там, не замираем в восхищении, что вау, человек вышел в космос, для нас это стало рутинной работой. Потому что я вот в детстве, например, помню, я прям зачитывал со всякими книжечками про космос, как в него попасть и так далее. Я всегда ребенком мечтал, что я буду, там, космонавтом. Я, возможно, это такая типичная мечта, но вот я ребенком действительно об этом мечтал. Теперь это становится чем-то очень реальным. И самое классное, что именно вот, ну, инженеры, да, разработчики и так далее, они, по сути, будучи вот такими вот детьми внутри, да, которые вот мечтали когда-то полететь в космос, они просто вот реализовывают эти мечты, да, то есть они вот двигают наши технологии вперед, что-то постоянно изменяют, усовершенствуют и так далее. И, кстати говоря, об этой теме состоится очень прикольная конференция под названием ЯТОКС, которую проводит Яндекс, состоится на 3-4 декабря. И там вот как раз разговоры будут не только о разработке, да, то есть это не только вот стандартный, знаете, метап какой-то и так далее, куда вот можно прийти, послушать очередные доклады, там, про мобилку, про фронт и так далее. Первый день вообще не будет посвящен какой-то разработке, да, то есть он будет посвящен, там, IT-стендапу, каким-то мастер-классам, то есть вот таким вот не связанным с разработкой активностям напрямую, да, то есть он специально для того, чтобы вы вот вынурнули из этого вот ежедневной рутины, но тем не менее потусовались и пообщались с людьми, которые очень близки к вам по духу, занимаясь какими-то другими, не связанными с разработкой вещами. Я очень люблю такую штуку, потому что я вот создаю сам собственное комьюнити, где я призываю людей общаться на какие-то сторонние вещи, не только посвященные разработке. А во второй день пройдут вот стандартные такие более-менее для конференции направления, мобилка, фронт-энд, бэк-энд и, собственно, по каждому из них выступят достаточно известные спикеры. Полный список, как и ссылку на регистрацию на мероприятие вы можете найти внизу. Я, в принципе, рекомендую туда пойти, потому что, вероятно, скорее всего, я пойду туда и сам, потому что мне вот очень интересна вот эта вот первая тема, которая не связана с IT, да, всякие стендапы, конкурсы и так далее. Ссылочка будет в описании, переходите, регистрируйтесь, я думаю, это реально будет интересное и классное мероприятие. Ну, а мы давайте переходим к, собственно, изучению наших сайд-эффектов. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к сайд-эффектам, я хотел бы разобраться, ну, скажем так, в предметной области, да, то есть, а зачем вообще нам эта штука, в принципе, нужна? То есть, почему нельзя обходиться без этого? И тут, на самом деле, все очень просто. Ну, в предыдущей части я уже показывал, что мы сменили нашу парадигму на функциональную, да, и вот этот вот декларативный стиль, который мы используем в композе, он, безусловно, накладает отпечаток. То есть, мы теперь работаем в некой функциональной парадигме. И, как я уже говорил, основная вот такая особенность, основной нюанс этой функциональной парадигмы, это частота функции. То есть, если мы пишем, с чего я люблю, начинаются все автотестирования, функцию, например, sum, да, и мы передаем сюда параметрами, что-нибудь типа, ой, во время отпуска разучился писать, судя по всему, a int, b int, да, мы возвращаем int, ну, типа, мы пишем там a плюс b, да, например. Вот, соответственно, тут очевидно, что мы всегда можем предсказать значение функции в зависимости от ее параметров. То есть, если мы, я не знаю, там, здесь делаем, давайте, функцию test, например, если мы вызовем sum, да, то есть, там, 2, 3, мы понимаем, что это будет 5, очевидно. То есть, мы даже можем, я не помню, здесь есть assert, да, можем assert сделать и убедиться, что, ну, типа, здесь ничего не сломается. То есть, 100% будет 5, да, равно 5, вот так. А если мы сделаем, например, там, sum из 3 и 4, да, то мы понимаем, что это точно будет 7. Мы можем гарантировать чистоту функции, и это самое главное относительно OOP-парадигмы, то есть, когда мы не могли этого делать, потому что у нас у класса были какие-то свои стейты, которые, ну, там, какие-то имели вот побочные штуки. То есть, у нас было состояние накопления, да. Мы, например, могли сделать какой-нибудь, там, private var second param, да, например, int, у которого будет значение, там, не знаю, 6. А теперь представьте, что у вас функция вот так вот работает, да. Ну, здесь second не будет виден, потому что мы не в скопе находимся класса. Вот так если сделать. Можете ли вы теперь гарантировать, что у вас, ну, типа, с функцией вернет то, что, ну, сработают эти два assert? Конечно же, нет. А если у вас потом будет какая-нибудь отдельная функция, которую мы назовем side effect, так сказать, предугадывая, да, то, что у нас, наше будущее, мы будем сейчас разбирать, и мы сделаем в нем, например, second равное, там, random, какой-нибудь, там, не знаю, next int, да, например. То есть, можем ли мы, ну, вот, представьте, мы запускаем этот side effect, и вот вы теперь можете сказать, сколько будет значение суммы? Да не в жизнь, да, ну, я, понятно, сейчас моделирую ситуацию, но в реальной жизни, в реальном проекте у вас, конечно, будут такие вещи в виде, там, каких-то запросов на сервер, ответов от этого сервера, ответов от базы данных и так далее, и так далее. Соответственно, вот такие штуки, которые, скажем так, ломают, да, вот эту вот чистоту функций, которые как раз-таки приводят к тому, что у нас, ну, какие-то вот непонятки могут возникнуть, да, которые могут поломать весь процесс, они, собственно, и называются side effectами. То есть, почему мы не можем, да, вот, ну, обойтись без них, в принципе, я думаю, для вас это очевидно, потому что у нас есть асинхронные какие-то штуки, которые мы не можем предсказать, или мы не должны их дожидаться. То есть, мы должны, например, крутить колесико загрузки до тех пор, пока у нас не загрузится какой-нибудь, я не знаю, там, ответ от сервера, да. В таком случае мы уже имеем этот side effect, потому что он какой-то вот результат привнесет, для нас не очень ожидаемый. То есть, для нас это, ну, не очень, нет чистоты функций, мы не можем точно написать вот такое вот соответствие, да, там, что f от x равно y, например. Вот, то есть, потому что внутри что-то произойдет, что может поломать вот этот вот flow. Соответственно, все side effect в compose, которые написаны, они, ну, а compose это тоже функции, да, это не просто так функция, потому что это очень удобно именно функциями мыслей. Если вдуматься, то recomposition это просто рекурсивный вызов функции самой себя. Ну, маленькая тавтология сейчас сказал, да, рекурсивный это и есть вызов самой себя. Вот, поэтому, как бы, ну, вот, если вызывать функцию бесконечно, там, до самих себя, ну, например, представим, что у нас есть функция, которая делает вот так, да, например. Например, я не помню, правильно я пишу Fibonacci, ну, короче, давайте так, nint, да, который возвращает там return Fibonacci, ну, что-то я неправильно написал, короче, Fibonacci, вот, вот так будет правильно. От n-2 плюс Fibonacci от n-1, ну, и чтобы оно не ушло там в бесконечный цикл, да, мы сделаем, что ему не нравится, а, да, она же должна int вернуть. Вот, если у нас n меньше либо равен нулю, то мы делаем return, return 0. Вот, можно там для единицы еще return 1 сделать, по-моему. Ну, короче, не суть, сейчас в этом не суть, да, смысл в том, что мы вот бесконечно вызывая, вызывая, вызывая вот эти функции, то, видите, он даже напомечает нам, что это рекурсия, что мы вызываем сами себя, ну, то есть мы все равно можем предсказать результат, да, то есть если мы, допустим, передадим 10, ну, давайте 10 много, давайте мы передадим, допустим, 5, то мы, соответственно, понимаем, да, что у нас будет это, там, n-2, это что, 3, плюс n-1, 4, это будет 7. По-моему, что-то я не так написал, ну, по-моему, это все правильно, ну, короче, не суть, это будет 7. А, ну, мы же там это будем до бесконечности считать, что-то я не то сказал, это будет сложение всех чисел от одного, ну, да. Вот почему я неправильно посчитал, потому что мы там еще внутри вызовем, еще внутри вызовем и так далее. Короче, смысл в том, что, да, это будет какое-то число предсказуемое, да, вот. Если мы посчитаем, ну, там, по-моему, типа 0, 1, 1, 3, да, предыдущие, по-моему, а не 2, 2 плюс 1, это 3, 3 плюс 2, это 5, 5 плюс 3, это 8, 8 плюс 5, 13 и 21. Ну, то есть вот такой ряд идет, если я ничего не путаю. И, соответственно, мы понимаем, что для каждого из n мы, типа, ну, всегда можем, там, для единицы это будет единица, да, условно говоря, там, и так далее. Мы можем посчитать, соответственно, для каждого шага. Соответственно, если мы здесь сделаем, опять же, вот эту историю с рандомом, да, то есть мы там, скажем, припишем такой вот рандом next int, то мы уже посчитать не можем. Это некий рандом, который у нас вмешивается, да, но можем, в принципе, side effects сделать и прибавить, опять же, second. Соответственно, в случае с нашими запросами на сервер, эта всю работу выполняет как раз наши замечательные вот эти вот корутинные функции, да, которые у нас имеют свойство откладываться и выполняться тогда, когда нам там, ну, когда операция выполнилась. То есть они умеют приостанавливаться. И вообще, если так вдуматься, ну, не вдуматься, вернее, это, наверное, и так очевидно, что composable идея, она, в принципе, полностью взята с корутин. Я об этом рассказывал в одном из роликов на канале у Кирилла, по-моему, как раз. Если так посмотреть, да, то мы можем вызывать composable функции только внутри composable функции, так же, как suspend функции, можем только внутри suspend функции вызывать и так далее. Есть специальные функции перехода из мира обычного в мир composable, либо в мир корутин. Соответственно, раз уж мы все на Kotlin не делаем, то composable очень жестко завязан на корутины, поэтому все сайд-эффекты, ну, практически все сайд-эффекты, которые у вас есть в composable, они так или иначе связаны с корутинами. Давайте начнем как раз непосредственно с какого-нибудь сайд-эффектика. Так, сейчас я включу... А, ну, я вот так могу сделать. Так, стоп. Пойдем к экрану и зайдем, например, в экран... А, нет, это тема. А, экраны, main, bottom screen, нет, не то, daily. Daily screen. И здесь нас, на самом деле, уже встречает первый эффект, который называется launched effect. И, наверное, как, в общем-то, понятно из названия, сейчас я вот это уберу, launched effect нужен нам для того, чтобы мы могли что-то делать на запуске, да, composable функции. То есть, еще раз напоминаю, на всякий случай, вдруг для тех, кто пропустил, composable функцию мы заходим в composable функцию, где-то здесь в начале, да. Она полностью выполняется. Если происходит что-то, на что мы подписались в виде observe state, то есть в виде mutable state, если какой-то параметр в виде mutable state изменился, функция вызывает еще раз сама себя с новым state. Ну, с новым state, если мы его сохранили в remember, да. Но observe state он по умолчанию сохраняет в remember. Если нужно, как сказать, более подробно, вот видите, здесь remember есть. И, кстати, здесь есть disposable effect, и мы сейчас до него дойдем. Так вот, если вы не понимаете, что за state и remember, то наверху будет ссылочка на мое видео, где я как раз разбираю все вот эти вот штуки. Так, что-то... А, кода нет, поэтому я маленечко растерялся. Так, сейчас вернемся сюда. Да, вот, соответственно, лаунчет эффект. У него есть какой-то ключ, у него есть какой-то блок, и мы видим, что у него в этом блоке есть крутинскоп. То есть мы уже находимся внутри какого-то крутинскопа, внутри которого мы, в принципе, можем вызывать какие-то штуки. То есть, по большому счету, вы можете вообще обходиться без вью-модели. Я хотел бы важный момент подчеркнуть с точки зрения архитектуры. Если вот видео, которое вы видели по архитектуре, да, по вью-моделям, опять же, ссылочка будет наверху, там все очень похоже на фрагменты, только фрагменты заменены на композабл-экраны. Но, вот есть, кстати, такая штука, как молекула, недавно скидывали у Джейка Уортона, которая пошла дальше. Она уже не работает с вью-моделями, она работает с чистыми функциями. И в целом, в целом, опять же, если упростить, то никто не мешает вам написать функцию, например, вот такого типа, которую вы назовете reduce, да, у нее будет какой-то вью-стейт, я не знаю, давайте вью-вью, возвращать она будет вью-стейт, естественно, daily вью-стейт, вот, а на вход она будет принимать daily event, вот. То есть все то же самое, что мы пишем во вью-модели, да, то есть класс тут, по большому счету, даже не нужен будет. Ну, и здесь мы, типа, говорим, что when, там, event, условно говоря, не знаю, там, да ела-пала, тут мы, естественно, какой-то там запрос можем сделать, безусловно, для того, чтобы оправдать, что это у нас suspend функция, да. Мы говорим, что event, допустим, daily event enter screen, то мы говорим, что daily state мы должны там вернуть, соответственно, так, вью-стейт и лодинг, да, по-моему, да. Вот, допустим, так, да, мы должны сделать, там, return, вот, так, стоп, я не так написал, вот так, return, а здесь мы сделаем else. А else, например, мы возвращаем ошибку, но, опять же, сейчас для упрощения не суть важна. А, нет, просто ошибка, это object, да, и вот мы сделали такую suspend функцию, мы же можем вообще теперь не пользоваться вью-модели, нам никто не мешает взять и вот так вот написать launch, да, потому что мы здесь имеем уже возможность работать с нашей функцией и сказать, например, reduce и наш event, да, там, какой я там daily event передавал, как раз screen наш. И результат сложить, например, сразу напрямую в переменную view state, которую мы здесь объявим следующим образом, да, например, new view state, или давайте так, inline view state назовем его, который будет у нас mutable state, daily view state, и здесь, соответственно, remember, также, так, стоп, 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 это все, естественно, можно обернуть какими-нибудь красивыми, там, дженериками, вот это все фигней, но суть сейчас не в этом, да, то есть мы, допустим, daily view state, даже может покрасивее получится, потому что здесь не будет всех этих нулов. Вот, и вот мы создали, и мы просто говорим, что, типа, inline view state, а, так, тут надо value записать, вот, изменяется, изменился inline view state, мы, соответственно, дальше работаем с ним, а не с этим view state, и у нас, пожалуйста, перерисовывается полностью функция. Вот, мы не пользуемся вообще никаким классом. У нас есть просто функция, естественно, она топ-левел, естественно, она при модификации в GVM, там, все равно, так или иначе, классом обрастет, но для нас это, по сути, ну, функционально, да, то есть это уже то, что происходит под капотом, это нас не так сильно волнует, нас волнует, что мы, в принципе, ну, как сказать, какой-то в прямую класс мы не пишем, хотя, в принципе, опять же, никто не мешает сделать object, и в нем какие-то основные редьюсы написать, например, да. Ну, а дальше, соответственно, тут возникает вопрос, а нам же надо откуда-то брать репозитория, как инжектить репозиторий функции, мы же не знаем, мы знаем только как классы, здесь нам помогает как раз сервис-локатор в виде Composition Local, мы можем, например, там, я не знаю, передавать сюда какой-нибудь там сам репозиторий, какой-нибудь у меня же есть репозиторий, daily репозиторий, например, да, а его, например, складывать в Composition Local так же, как мы это работаем с темой, да, например, то есть у нас каждой функции мы будем забирать именно те репозитории, которые нам нужны, причем получая их вообще без проблем из, как сказать, из нашего Composition Local, это, в принципе, как с темой, да, будет работать, то есть вот похожим образом только мы будем доставать репозиторий, соответственно. И, по большому счету, в таком случае мы можем сделать даже функцию, да, функцию, которая будет выполнять некую роль презентера, то есть, которую мы назовем, например, то есть вот такая вот интересная штука, либо даже это может быть в U-модель. Это уже к вопросу о том, что в мультиплатформенном Composition, где у нас не существует как таковых, да, там, в U-модели и так далее, ну, вот именно андроидовских, как этот вопрос решать. Ну, вот, например, мы скажем, что у нас есть Daily ViewModel, можно так назвать, например, да, функция, и здесь мы просто будем все репозитории доставать, все, которые нам нужны, а потом у нее уже там вызывать, какие нам нужны функции. Короче, смысл в том, что можно все это сделать абсолютно без классов, да, но давайте вернемся, вернем все как было, у нас тут много понаписано, у нас, для чего у нас используется лаунч-функция чаще всего в реальности, в реальности чаще всего лаунч-функция используется для того, чтобы, сейчас давайте я это все сотру, для того, что, ага, все, зажибись, я стер слишком много, окей, на самом деле она используется для того, чтобы просто запустить что-нибудь, так, ViewModel все-таки, или как она там, Daily ViewModel называется, Daily ViewModel, да, Optane Event, здесь, на самом деле, видите, даже можно, так сказать, даже, по сути, скульптой и не используется. Для того, чтобы запустить что-то вот одноразовое на старте приложения, типа, дерни мне экран, то есть, если мы зайдем в лаунч-эффект, то мы увидим, что, во-первых, она отмечена аннотацией Non-Restartable Composable, это означает, что при переходе между, ну, при рекомпозициями, между рекомпозициями, господи, язык можно сломать, у вас не будет вызываться лаунч-эффект, да, то есть, он вызывается один единственный раз на старте, когда вы только вошли в композицию, что служит залогом того, что у вас не вызывется еще раз вся вот эта история. А залогом этого служит такой параметр, как Key, кстати, он есть там в нескольких видах, можно от двух ключей сделать, можно от трех ключей сделать, можете написать свою реализацию, которую будет делать от большего количества ключей. Тут есть, видите, варарк, просто, ну, типа, даже писать реализацию не нужно. Смысл в том, что ваша функция вызывается, и вы устанавливаете некий ключ, и при изменении которого, то есть, ключ должен быть Mutable State, желательно, соответственно, тут работает точно так же, как с любым Remember'ом, либо Mutable State'ом, то есть, когда у вас меняется State, у вас происходит рекомпозиция, и если вы считаете, что вот от этого State'а зависит, например, что вам нужно еще один лаунч-эффект сделать, да, например, то вы, соответственно, говорите, что если вот этот State изменился, только в этом случае мы еще раз перезапускаем лаунч-эффект. Где это можно использовать? Это можно использовать, например, при привязке к лайфсайклу нашего любимого Activity, да, внутри которого, по сути, все это находится, то есть, когда мы ушли с приложения, вернулись с приложения, у нас изменился State нашего лайфсайкла, я потом отдельно про это видео сниму, как вообще, в принципе, опишки Activity дергать из Composable функции, но смысл в том, что, да, возвращаясь через лайфстейт, лайфсайкл, простите, меняется State, то есть вы там сменились, например, с onPause на onResume, да, и вы в таком случае говорите, вот, пожалуйста, завяжись на вот этот вот State, на вот этот лайфсайкл, в смысле, и перезагрузи, дерни заново функцию, если вот, например, изменился лайфсайкл, да, вот, то есть это как один из вариантов. Если посмотреть внутри, то все очень просто, то есть, ну, понятно, это крутин контекст, это мы просто его достаем, самое ключевое, что здесь используется обычный Remember, то есть механизм, так же, как с любой другой переменной в Composy, просто завязанный на ключ, то есть Remember, он тоже может быть завязан на ключ, и, например, не запоминать, ну, то есть сбрасывать значение на какое-то дефолтное, если у вас изменился тот самый ключ. Если вам ключ менять не нужно, это то, что меня вводило в тупик некоторое количество времени, когда я только начал этим заниматься. Ну, то есть вам просто нужно дернуть вообще один раз, и все, больше дергать вам не нужно, как это чаще всего, кстати, и бывает. То в таком случае вы всегда можете, ну, у меня здесь на VueState завязано, то есть если у меня изменился VueState, у меня эта функция дернется еще раз, то есть что мы в этот скрин пришли. На самом деле это не очень валидная ситуация, сейчас я вот так подумал, потому что, ну, получается, если я перешел из загрузки в дисплей, я еще раз дерну Optane Event, это не очень хорошо. То вы просто пишите вот так, unit, все. Вы можете написать вот таким вот образом, и тогда, ну, можете еще вот так написать true, тоже сработает. То есть какое-то значение, которое является константой. В таком случае Launched Effect гарантированно выполнится ровно один раз. Вот. Плюс, ну, как я уже говорил, да, здесь есть крутинскоп, вы можете дальше с ним работать. Продолжая идею того, что мы хотим, допустим, отказаться от VueModely, как еще можно работать с корутинскопом. Ну, из Composable функции, как я уже говорил, вы можете, ну, вот молекула как раз Джейка Уортона, она работает по принципу того, что Composable — это не только UI, да. В принципе, возникает такое вот когнитивное искажение, что Composable — это чисто UI какая-то история, то есть чисто для того, чтобы что-то нарисовать. Нет. Попытайтесь абстрагироваться от этого понятия, отнестись к Composable функции так же, как к любой Suspend функции, то есть как к рутине. По сути, это такой, как бы вам сказать, сервис-локатор для функции, да, Composable-memory-модель, ну, то есть, тире, вернее, хранилище, потому что Composable перерисовывает только те части, которые изменились. Соответственно, через static-композицию вы можете в Composable доставать, класть вообще что угодно, используя Composition и static-composition-local. Вот. Если вы вдруг, опять же, не понимаете, о чем речь, что за static-composition-ы, видео будет наверху, правда, там это про темы, но это применимо к любому объекту, я там тоже про это говорю, не только к темам. Соответственно, вам может понадобиться, ну, какой-то side-effect запустить даже без, ну, типа, без непосредственно обращения к эффектам, да, то есть просто вот вы хотите, например, чтобы при нажатии на кнопочку вначале что-то происходило, а потом я уже навигировался. Давайте мы сейчас как раз это и продемонстрируем. Представим, что у нас есть, ну, вот так вот, давайте. Хотя это не CroutineContext, это CroutineScope. Мы пишем Remember, CroutineScope. Вот таким вот образом мы можем получить CroutineScope прямо внутри любой Composable функции. То есть мы просто, ну, если здесь посмотреть, то мы просто, ну, типа, используем в раппер. Короче, грубо говоря, здесь это не суть даже важно. Вам нужно понимать, что здесь создается, здесь создается вот чисто, чисто новый CroutineContext, который, CroutineScope, который вы можете использовать. Здесь еще такая вот классная аннотация Dizaloo Composable Codes, она периодически встречается. Вот. Она говорит о том, что внутри этой лямбды нельзя рисовать, нельзя использовать Compose. Это, на самом деле, очень хитрый механизм, который как раз и обеспечивает целостность модели UI. И, то есть, ну, чтобы вы могли использовать Compose только там, где это действительно валидно. То есть там, где вы потенциально можете действительно что-то сделать с UI. Внутри вот здесь вы этого сделать не сможете. Окей, вернемся сюда. Соответственно, что я могу сделать? Я могу сделать следующее. Я могу сделать CroutineScope, Launch. Поставить здесь какую-нибудь паузу. Не знаю, там, 3000, это, да, написать лог себе. Давайте так. E Launch Compose. И запустить навигацию. И, кстати, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Это будет забавно выглядеть. У нас будет не сразу реагироваться на то, что мы сделали. Так, сейчас я запущу. Сейчас я только вспомню, как мне запустить приложение из вот этого, ну, fullscreen режима. Так, ага. Вот наш эмулятор. Так, сейчас я проверю, что его видно. Да, его видно. Вот запустилось наше приложение. Я нажимаю... Так, давайте я вот такого подвину. Я нажимаю Add. Ну, то есть, по сути, это Compose проходит 3 секунды. У меня открывается экран. То есть, вот таким вот образом. Так, сейчас я еще пытаюсь показать вам View to Window Run. Нет. Нам нужен не Run. Нам нужен... Не дебаг, не гид. Нам нужен лог. Вот тебе, да. А, вот логкад. Я просто не заметил сразу же. Вроде все стоит. Да, вот. То есть, мы получили вот этот Launch Compose и мы снавигировались. То есть, мы вполне себе могли бы здесь какую-нибудь вообще операцию сделать. Ну, сложную, да, условно говоря. Там, допустим, дернуть репозиторий, получить данные и только потом перейти. Причем здесь, соответственно, показать все, что нам там для этого нужно сделать. Какие-то UI-ные операции, да, непосредственно. Ну, то есть, например, мы можем сделать так. А, ну, блин, к сожалению, тут получается наружу выход. То есть, мы... Как сказать... Ну, мы можем, наверное, вот... Давайте так сейчас сделаем. Сейчас, давайте. Вал. Это будет не очень красиво выглядеть, но суть будет понятна. Так. Remember. MutableState... StateOf. False. То есть, мы будем просто показывать поверх всего такой loader. If showloading value... А, ну, он так должен быть. Нет, он не будет по центру. Ну, ладно. Индикатор в любом случае будет видно. И мы, допустим, говорим, что, допустим, там showloading value true, да. А потом здесь, соответственно, говорим showloading value... value false. Причем, мы при этом все равно остаемся, ну, внутри скопов, фактически. Ну, то есть, мы все равно запускаем это все внутри корутины. Так, давайте перезапустим. Что-то где-то я плохо написал. А, ну да. Нажимаем add, получаем крутилку. Ту соответствующую... Ну, не, что я не по центру, да, сделал, но можно было и по центру сделать. Вот, то есть, еще раз нажмем, еще раз получим ту же самую крутилку, что какая-то операция выполняется, и, как бы, поехали. Таким вот образом вы можете работать с крутинскопом, и, как бы, это тоже вполне себе валидная история. Опять же, позволяет нам обходиться. То есть, для чего все это надо? Для того, что это нам позволяет обходиться без view модели вообще полностью, работая чисто на функциях, работая на вот этих вот сложных вещах, типа карирования, функции высшего порядка и так далее, и так далее. То есть, когда у вас там, допустим, часть функции, ну, один из параметров функции вычисляется в виде другой функции, да, то есть, такая, как сон внутри сна, знаете, в этом, в фильме знаменитом. Вот, то есть, это достаточно сложная, на самом деле, история, и я думаю, что, учитывая, что Джейк Уортон представил эту свою молекулу, туда постепенно тоже будет все уходить, потому что это позволяет нам создавать довольно гибкие вещи, довольно легко их тестировать и довольно легко, как сказать, дробить, да, гранулировать наш проект. Поэтому, ну, конечно, вот тяжелые времена представят Джунам, потому что функциональный подход так вот с насколько не обхватишь, потому что, когда ты работаешь с ООП, у тебя, ну, хотя бы есть какая-то вот более-менее представление на реальный мир, да, то есть, ты представляешь какой-то объект, у него какие-то поля, у него какое-то поведение, то есть, в голове он у тебя через вот систему ассоциации, аналогии, он как-то превращается во что-то более-менее понятное. А вот когда ты работаешь с функциями, это чистая математика, математика прям в чистом виде, все вот эти вот операции, матрицы и так далее. И вот тут, конечно, многие плывут и понятно, почему. То есть, вот здесь как раз тот случай, когда не получится уже через курсы, минуя математику, запрыгнуть в программирование. Но это, в принципе, очевидная и понятная штука, почему мы к этому приходим, потому что действительно с точки зрения именно инженерной штуки работать с функциями существенно проще за счет их частоты, за счет их однозначного единого стейта, это меньше багов, это, как сказать, быстрее работа, только нужно изменить именно мышление. Окей, мы маленько отвлеклись от эффектов, давайте пойдем дальше. С этим эффектом вроде разобрались, теперь давайте пойдем с другим эффектом разберемся, который как раз у нас вот здесь был представлен. И вот здесь мы можем увидеть, что это называется Disposable Effect. Что такое Disposable Effect? Это мой любимый эффект, потому что я им пользовался огромное количество раз, пока писал свою библиотеку для навигации. Я потом про нее отдельное видео выпущу, вернее, оно уже есть, оно доступно для спонсоров. Возможно, когда вы увидите это видео, оно уже будет доступно на канале, а возможно нет. Но, тем не менее, это видео уже есть. Так вот, почему я использовал часто этот Disposable Effect? Почему он мне так сильно пригождался? Дело в том, что раз уж мы живем в мире реактивности, по сути, вся вот эта история с Live Date, со State и так далее, и вообще вся история с Compose и с Flow, это все реактивность в любом случае. То есть это вы наблюдаете за изменениями, а не ходите и не спрашиваете, изменилось ли что-то. У реактивности есть обратная сторона. Поскольку вы должны, на вашей ответственности лежит прийти подписаться за источником данных, то на вашей же ответственности лежит прийти и отписаться от источника данных, иначе он будет продолжать вам насыпать. Это может привести как к падениям приложения, так к каким-то непонятным магическим штукам, да, и так далее. Поэтому обязательно две вещи. Но, с другой стороны, вам не нужно ходить там каждые пять секунд и спрашивать, а изменилось ли что-нибудь, да. Вам нужно только подписаться и отписаться. Я, кстати, пока летел из отпуска, записал, посмотрел, вернее, все видео с Android Dev Summit, и они офигенную штуку сделали в плане life cycle и так далее к привязке к флоу. Я прямо про это отдельное видео запишу. Как раз они сделали то, что вам теперь будет крайне удобно отписываться и подписываться к этому жизненному циклу, да, вашего приложения. Они как раз тоже понимают, что над этим нужно работать. Естественно, это ведь их разработка гугловская, да, поэтому они совершенствуют этот вот инструментарий. Так вот, Disposable Effect. Что нам, собственно, делать? Disposable Effect это единственная для чего нужная штука для того, чтобы как раз работать с реактивностью. Ну, то есть, может быть, она, конечно, не единственная для чего нужна, но с вот работой с реактивностью, с подпиской и отписками, вот, ну, ничего лучше придумать невозможно. Я почти уверен, что именно для этого этот эффект и был придуман. Поэтому он называется Disposable Effect. Если вы работали с RxJava либо работали с какой-то похожей историей, то вы знаете, что там есть всегда Disposable. Такая... Или Disposable Back, или Disposable... ну, что-то такое, короче. То есть, отписаться. И что мы здесь видим? Это вот функция, которая обзервит LiveDate. То есть, мы же не работаем напрямую с LiveDate, да, у нас внутри нашего композа. Мы работаем со стейтами. Да, то есть, для нас это как переменная, а она там уже у себя под капотом берет на себя всю ответственность за наблюдение, за изменениями и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, давайте разберем прям непосредственно вот эту функцию. Ну, во-первых, она Composable, естественно, потому что мы здесь работаем с эффектами и так далее, она должна быть Composable. Она имеет у себя два дженерика в параметрах этой функции. Это R, это, ну, поскольку это результат, видимо, да, то есть, получившийся параметр. И T, некая T, да, то есть, это, опять же, вот математический подход, некая абстрактная T, которая является наследником R. То есть, это читается именно вот таким вот образом. Соответственно, это функция Extension, то есть, это функция расширения класса, конкретно LiveData с дженериком T. То есть, она вызывается у некого параметра T, который у нас генерится из LiveData, и превращается в MutableState, ну, в данном случае не Mutable, просто в State с параметром R. Причем, R мы можем задать в качестве начального значения. То есть, на самом деле, очень простая функция. Что тут есть? Ну, во-первых, мы тут получаем наш LifeCycle, опять же, через тот же Local Composition Provider механизм, да, то есть, через этот вот сервис-локатор. Мы запоминаем наш State, то есть, это вот опять же привязка чисто сразу к LifeCycle, очень удобно сделано. Мы запоминаем наш текущий State, мы создаем DisposableEffect, который имеет в себе два параметра. Давайте перейдем. Это два ключа, то есть, он зависит от двух ключей, фактически. Давайте, сейчас вернемся обратно. Вот, DisposableEffect, сейчас вернемся сюда. Соответственно, так, чуть пониже опустимся. Зависит от двух ключей. Первый, это, собственно, сам LifeData, сама LifeData, потому что, если LifeData у нас померла, мы от нее каким-то образом там отписались и так далее, то, соответственно, да, DisposableEffect тоже должен еще раз сработать. И LifeCycleOwner, потому что, если изменился LifeCycleOwner, мы должны тоже, опять же, проверить, ну, типа, что произошло. Дальше мы просто, ну, через стандартный LifeData-овский механизм подписываемся и говорим, что каждое новое значение LifeData, да, то, что нам сымитировалось в LifeData, вот это в данном случае id, должно быть положено в наш state, и, соответственно, таким образом мы как бы, это как, знаете, переходник с одного разъема на другой, то есть с LifeData на state в данном случае. Мы говорим, что из LifeData просто положим state, а мы уже там дальше на state подпишемся. Результатом этого Observer является специальный класс, который можно задиспоузить. Задиспоузить, что значит в данном случае? Означает, что это как бы переменная, которая как бы как ручка, да, то есть вы говорите прекратить наблюдать, и все, и она отписывается. Соответственно, есть функция Observe, которая работает внутри DisposableEffectScope. Она принимает себе два параметра. Первый, это, собственно, LifeCycleOwner, а второй, это тот самый Observer. И она как раз занимается вот этой всей историей, что если у нас там приложение умерло, не знаю, там куда-то ушло в ненужное состояние и так далее, то есть оно вот занимается вот всей вот этой историей. Соответственно, что еще раз мы делаем? Мы дальше продолжаем наблюдать, да, то есть это в данном случае чисто обработка LifeCycleActivity нашего идет, ну или приложения. Если у вас SingleActivity, то у вас Activity, это как считаете, приложение. И, соответственно, самое важное здесь DisposableEffect, это OnDispose. То есть, что происходит, когда мы, кстати, я ошибся, это Observe, это не часть DisposableEffectScope, это часть LifeData. Вот. Что происходит, когда мы OnDispose вызываем? Вернее, когда это происходит? Это происходит тогда, когда мы покинули, тут важный момент, когда мы покинули Scope нашей Composable. То есть, видите, написано, ProvideOnDisposeEffect, то DisposableEffect to run when it leaves the composition or its key changes. То есть, OnDispose срабатывает, когда ключи поменялись, либо когда мы покинули нашу композицию. В OnDispose мы отписываемся от нашего обсервера. То есть, DisposableEffect нужен для того, чтобы сделать какие-то штуки, когда вы ушли из вашей Composable функции. В принципе, делайте, что хотите. Хоть логи печатайте, хоть, не знаю, покинули экран, очистили какое-нибудь хранилище, я не знаю, что угодно можете делать. Но вот, конечно, лучше всего он подходит для того, чтобы делать вот такие вот штуки, такие как подписка и отписка, соответственно. Окей, я думаю, с этими двумя вещами понятно. Это на самом деле два ключевых эффекта, которые, в принципе, используются у нас в Composable. Следующая важная интересная штука называется SideEffect. Ну, это на самом деле самая простая вещь. Мы просто пишем SideEffect, у него никаких ключей нет. И здесь выполняется что-то, что происходит каждый раз, когда у вас меняется, ну, то есть происходит рекомпозиция. Можно аналитику отправлять, можно логи писать и так далее. Давайте так, SideEffect, колт. Сейчас мы посмотрим. То есть я буду делать какие-то штуки, даже, в принципе, сама загрузка экрана скорее всего приведет к тому, что несколько раз отработает вот этот вот SideEffect. То есть это, ну, вот вы сами уже посмотрите, для чего вам это понадобится. Ну, такая очень простая ручка, опять же, чтобы наблюдать за тем, что у вас произошла рекомпозиция. Может быть, вы хотите на каждую рекомпозицию, не знаю, там, возможно, вы какой-то логер пишете, да, там, или перформанс-штуку какую-нибудь, да, которая должна обязательно замерять вот эту всю историю. Вот, поэтому вы хотите знать, когда у вас произошла рекомпозиция. Так, где у нас там логкат? Так. Ага. Странно, что он вначале, по идее, а, ну, может быть, он просто, я что-то не так и сделал. Ну, короче, смысл в том, что, видите, вызывается эта штука крайне-крайне-крайне много раз, потому что у меня, видимо, происходит очень много рекомпозиций. Кстати, надо посмотреть, что тут конкретно происходит, почему сайд-эффект так много раз вызывается. Ну, короче, вот элементарно даже, да, для того, чтобы отследить, что у вас там происходит, может быть, у вас где-то что-то умерло и так далее, сайд-эффект вообще необходимая штука. Но, тем не менее, очень простая. То есть, тут особо не про что рассказывать. Сколько она раз у меня вообще вызывается-то? Ну, вот, получается, четыре раза у меня рекомпозиция вызвалась. Можно даже здесь какие-нибудь штуки распечатать. Например, что у меня при этом лежало во ViewState, да, то есть, сколько раз у меня вызывается ViewState. Возможно, в этом дело. Так, поэтому, собственно, и ключей нет, потому что он изначально задуман так, как, ну, чтобы отслеживать любую рекомпозицию, да, то есть, не ограничиваясь какими-то ключами. Если что вы хотите, чтобы это ограничилось ключами, вы используете Launched Effect. Так, сейчас посмотрим. Ну, вот он вызвал два раза loading и один раз No Items. Почему он вызвал два раза loading? На самом деле, интересный момент. Скорее всего, я где-то, из-за того, что я, возможно, дергаю вот эту штуку, у меня устанавливается отдельно loading еще. Ну, в общем, вот как раз для отслеживания таких вещей. И тут еще интересно, что еще два раза дергается No Items. То есть, что-то, возможно, еще происходит, когда я нажимаю на навигацию. Вот, поэтому Side Effect тоже весьма штука полезная. Именно по самим Side Effect все, но есть еще очень много интересных вещей, которые именно в рамках этого видео нужно разобрать. Во-первых, раз уж я говорю, что мы работаем с функциями, да, то есть, что у нас теперь все идет в функциях, то у нас возникает логичный вопрос. Если в корутинах у нас есть скоп, который нам позволяет спокойно переходить из состояния, скажем так, синхронного в асинхронное, то, соответственно, возможно ли то же самое сделать в Composable, да, то есть перейти из состояния как бы не Composable а в Composable. Такая возможность есть. Для этого есть специальная такая штука, которая называется produceState. Мы создаем функцию, которая называется createState и говорим, что она должна вернуть некий state. Давайте string. Окей, просто string. И говорим, что здесь вот у нас produceState. Так, produceState. Говорим, что initial значение у нас будет, допустим, скажем, loading. И тут какая-то логика создания этого стейта. Например, что мы грузим, да, допустим, там что-нибудь и говорим, что результат должен стать, не знаю, success, например. То есть вот таким вот образом мы в принципе можем создать state вообще из чего угодно, то есть при этом имея Caroutine Scope и так далее, то есть описать какую угодно логику, не использовать эти Caroutines, то есть просто генератор, да, сделать стейтов, который, ну, который подчинен, опять же, какой-то логике. Передать сюда какой-нибудь репозиторий. То есть понимаете, да, что вся вот эта цепочка, к которой мы привыкли, даггер, классы и так далее, она постепенно, постепенно будет все-таки заменена функциями и вот этим сервис-локатором, который у нас есть в виде Composition Local. Учитывая, что это Composable, вам никто вообще не запретит здесь, например, ну, давайте даже вот так сделаем. Вычисляем операцию, а потом говорим if jethabit habits them colors control color равен там color, скажем, давайте так. Так, что он говорит тут? А, ну да. Единственное, что, конечно, тут я маленечко не прав, потому что надо делать вот так. Здесь-то мы уже не находимся в Composable Scope. Да? Так, это, а, сорян, скобочку я не там маленечко закрыл. Да. Единственное, вот неудобство, то, что здесь мы не находимся уже внутри Composable Scope, потому что это же лямбда, а у меня она имеет свой какой-то скоб. Вот. Но мы можем сделать так. и я так опять же делал постоянно, когда работал над своей библиотекой, то есть это очень удобная штука, она прям позволяет очень гибкие штуки совершенно, то есть очень гибкие механизмы делать. И вот тут мы так пишем Control Color, опять же это функция, поэтому мы точно знаем, что здесь будет вычислен правильный Control Color, и говорим, допустим, здесь, там, не знаю, Success, а здесь Error. Да. Хоп, пожалуйста. Вы же понимаете, да, что вместо цвета тут может быть прокинут абсолютно любой репозиторий, любая какая-то штука, то есть вообще без разницы. По принципу Single Tone, по принципу создания заново, то есть как хотите. Да, можно так вот сделать. Соответственно, таким образом можно делать прям запросы. То есть если вам интересно, я могу записать видео, где я бы сделал, ну, скажем так, показал бы на примере, например, вот этого же JetHabbit штуки, взял бы один экран и переписал его полностью без ViewModelle, чисто на функции, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Я думаю, все-таки будет интересно. Напишите в комментариях, ну, мало ли, может быть, мне кажется, что это интересно, а на самом деле вы и так уже поняли все, поэтому вам это не нужно объяснять и показывать. Но вот такие штуки можно делать. Соответственно, produce state очень полезная вещь, когда вам нужно что-то из мира не Composable, да, стрингов, например, или каких-то своих классов, перенести по какой-то логике в Composable, причем желательно еще используя каррутины. Окей, что у нас есть еще? У нас есть еще Derivate StateOf, такая вот штука, и эта штука, она уже гораздо более математическая, то есть она вот как раз идет уже немножечко вот вглубь вот этого всего функционального программирования и так далее. Для чего это нужно? Как мы знаем, рекомпозиция штука дорогая, ну то есть вернее, как сказать, сама по себе рекомпозиция дешевая, но если вы в нее понапихаете, то есть это некая аналогия с UI Thread, если вы в нее понапихаете всякого добра, то она у вас станет тяжелой, у вас на шницелаге и так далее. Соответственно, наша задача, что сделать правильно? Разгрузить нашу рекомпозицию, сделать, чтобы как можно меньше вычислений выполнялось во время этой самой рекомпозиции. Итак, что же такое Derivate Toh? Давайте мы так это назовем. У нас есть какая-то коробка с цифрами, это наши цифры, и соответственно это Remember, YouTube State Of, и тут соответственно List Of, давайте, 1, 2, 3, не знаю, 70, 20, короче, я сейчас какие-то цифры напишу, чтобы они не повторялись. Соответственно, каждый раз, когда у нас запускается игра, мы закинули новые цифры в этот ящик наш, мы хотим, чтобы у нас, давайте, тут, кстати, должно быть Mutable State, Mutable State, а тут должен быть List Int. Мы хотим, чтобы у нас начиналась как бы игра, да, и когда мы закинули ящики, мы хотим отфильтровать наши счастливые номера, взять первые 6, да, которые девушка вытащила, и сказать, кто у нас победитель. Но потом мы не хотим каждый раз вытаскивать 6 шаров, естественно, когда к нам приходит человек и говорит, а проверьте, пожалуйста, вот мои цифры, какие-то там 3-й, 5-й, 56-й, 75-й, это выигрышный номер или нет? Мы же не хотим пригонять заново к команду съемки, снимать все это, монтировать, девушку звать, чтобы она вытаскивала и так далее. Это для нас некая дорогая операция, да, представим себе так. Эту дорогую операцию мы хотели бы делать ровно один раз, тогда, когда мы поменяли вот этот вот набор цифр на что-нибудь другое. Представим, что у нас есть кнопочка, даже так сделаем. Button, на клик, ну там, текст, да, там, типа, start game. Вот мы сейчас напишем максимально простую игру, которая, на композе, которая, типа, за 5 секунд делается. Вот, соответственно, эти номера мы хотим фильтровать один раз, как я уже говорил. Мы пишем happy numbers by remember. Запоминаем, что это зависит от наших номеров, то есть мы, когда поменяли номера, мы в таком случае что-то меняем. Derivate state of пишем и пишем numbers take как там или first так сейчас во-первых value, да, value take первых 6, 6 шаров. Так, тут опять какая-то вот эта хрень, да, блин, если кто-нибудь знает, как это вот поправить, не ища каждый раз два импорта в интернете, потому что это очень накаляет. Почему-то эти импорты студии не предлагают импортнуть, хотя ошибка такая возникает. Но вот если сделать вот этот импорт, то никаких проблем нету, все работает. Это возникает именно когда ты работаешь через buy, то есть если ты работаешь, ну, то есть через равно, видите, проблем не было. Если ты через buy делаешь, то, соответственно, как сказать, так, а что ему тут не нравится? А, тут, тут, соответственно, set value, тут то же самое. Вроде тип правильно указан. А, наверное, тут не надо mutable state показывать. Вот так. Да, вот, все правильно. Тогда, соответственно, value убираем. То есть вот так можно сделать. Соответственно, так, loto game. Давайте так даже, с большой буквы. Это же composable функция. Вот мы написали игру. Соответственно, по нажатию на кнопку мы загружаем новые номера. Да, то есть мы можем, в принципе, на for each некоторые сгенерить. For, ой, как я давно не писал. For, and по-моему, это делается так. Да. Так. Нет, не так. Unexpect token. Да, вот так. Точно. Не помню, правда, как это делается, когда там меньше-больше делаешь. По-моему, вот так. А, вот так, наверное, должно быть. Нет? Ну, ладно. Бог, как говорится, с ним. Можно, допустим, сгенерить, да, то есть здесь делать, допустим, val new numbers. и, соответственно, да, тип-то я не указал. Int. И генерить новые числа сюда. То есть, new numbers add random next int. Вот. Соответственно, сюда мы можем даже выводить наши счастливые номера. happy numbers. happy numbers. И тут типа happy numbers to string. И вот, пожалуйста, наша, как сказать, очень простецкая такая игра, да, в принципе, наверное, мы даже можем ее, а, ну, мы не можем ее здесь посмотреть, ее надо запускать отдельно. Ну вот, мы написали очень простую игру про лото, которая нам вытаскивает просто 6 победивших цифр и отображает их здесь. Так, to string, да, здесь лишний. Вот эта операция, да, take 6, ну, она, естественно, что она достаточно дешевая здесь, но представим, что у нас какой-то более сложный предикат. Например, мы хотим вытащить буллин, да, там вытащить и так далее. Ну, короче, какое-то очень сложное условие написать, давайте, еще не буду его придумывать на ходу, по которому мы вытаскиваем вот эти цифры для победителей, да, и, соответственно, каждый раз, когда мы заполняем, ну, типа, засовываем в наш стейт эти числа, то есть мы numbers должны запихать, кстати, у нас, соответственно, будет пересчитан в том числе и happy numbers, да, только именно в этом случае. Каждый раз, когда у нас будет происходить рекомпозиция по каким-либо причинам, не знаю, будем уходить с экрана, ну, уходить с экрана это уже покидание, а, допустим, там, я не знаю, будем какие-то другие параметры, на экране менять, например, там, зрителей всяких и так далее делать, то, соответственно, каждый раз у нас не будет пересчитываться вот этот happy numbers, то есть он будет оставаться у нас таким, какой был. И для таких вот ситуаций, я не знаю, насколько она реально в жизни, то есть я пока писал библиотеку, пока работал с композером и вся на работе, я необходимости в дереве State Toffee пока что не испытывал. Но вообще, вообще, для каких-нибудь, наверное, каких-нибудь тяжелых картиночек или еще какой-то вот такой истории, в принципе, штука хорошая, то есть держать там какие-то реально тяжелые вещи, которые не должны пересчитываться в каждой рекомпозиции. По идее, у нас для этого есть Remember, то есть, ну, не знаю, деревец State, я пока не понял, для чего нужно. Если вы вдруг понимаете, для чего эта штука нужна, то есть у вас какой-то был реальный практический кейс, то есть не в примерах, вот как я написал, или как это на сайте у Android написано, а какой-то реальный практический кейс, где вот у вас реально есть такая вот зависимость, одного Remember от другого Remember, ну, то есть от каких-то других State, которые у вас есть там, вот, то, ну, напишите, интересно на самом деле, потому что, вот у меня, опять же говорю, в реальности такого не возникало. Окей, и последняя штука на сегодня, которая называется у нас Snapshot Flow, она, по сути, ну, ничего такого особого не делает, она просто конвертирует в, ну, некий State Object, да, она конвертирует его в Flow, просто в обычный Flow, на который можно подписаться и как-то с ним работать, причем в холодный Flow, то есть это не State Flow какой-нибудь, который постоянно жив, да, то есть когда, до тех пор, пока вы на него не подпишетесь, оно не будет работать. Давайте я покажу вам, то есть тут тоже все очень просто, представим, что наши Numbers меняются и мы хотим как-то это обрабатывать, ну, не знаю, просто печатать, например, хотя бы, что, типа, вот такие номера в нашем лото разыгрываются сегодня, да, например. Так, соответственно, нет, здесь мы должны срабатывать каждый раз, когда меняется Numbers, вот, и тут мы просто говорим Snapshot Flow от нашего Numbers, мы говорим, что там, OnEach, я не знаю, там, напечатай, давай так, выведем влог, Game Started With It, да, то есть, ну и так далее, то есть тут, кстати, есть интересный момент, один, единственное, что, что, как бы, ну, там, collect, условно говоря, вот, тут есть один очень интересный момент, что, если у вас придет новое значение, да, то есть, если вы новое значение получите, которое у вас равно старому значению, оно у вас не сработает, поэтому будьте внимательны с этим моментом, но, опять же, я вот какой-то вот прям необходимости конвертировать State во Flow не вижу пока что, то есть, в чем тут прикол, ну, не знаю, опять же, если у вас есть какой-то реальный сценарий этого воспроизведения, обязательно напишите в комментариях, потому что очень интересно. Ну, вот, собственно, наверное, все, что хотелось бы рассказать про сайд-эффекты, подытоживая, да, сайд-эффекты, особенно лаунч-эффекты, диспользовый эффект, однозначно нужны, без них очень трудно обойтись, потому что они регламентируют те самые одноразовые операции, которые не подвержены вот этому текущему декларативному стилю, то есть, это какие-то выбивающиеся штуки из декларативного стиля, которые, ну, в оперативном стиле надо реализовывать, а-ля сходи на сервер, получи что-то там, да, то есть, возможно, сайд-эффектов обходиться, но, опять же, поскольку мы работаем с корутинами и работаем с корутин-скопом, то, ну, пока что я не вижу возможности, да, как-то вообще полностью без этого обойтись, вот, соответственно, сайд-эффекты нужны для этого, плюс вы можете работать с корутин-скопом непосредственно в любой композабл-функции через remember корутин-скоп и даже передавать этот скоп в какие-то ваши другие функции, да, которые непосредственно будут, например, запускать там, не знаю, запросы на сервер и так далее. Попробуйте как-то ради эксперимента не воспринимать композабл как UI чисто, а воспринимать композабл как, ну, просто альтернативу к рутинам, да, такую, типа, очень похожую на корутин штуку, которая еще позволяет при этом UI делать. То есть, связка с кодом UI в данном случае становится еще более жесткой. У вас, как бы, получается UI это не что-то отдельное, да, вы где-то нагенерили данные и показали UI, а UI это реальная часть выполнения функции. То есть, представьте, что вы умножаете 20 на кнопку, да, вот попытайтесь в голове это просто вообразить. Как умножить 20 на кнопку? К чему это должно привести? К 20 кнопкам, кнопки в 20 раз шире и так далее. То есть, пофантазируйте. Вот такие вот задачи, они абстрактные очень хорошо позволяют адаптироваться для композабл-подхода. Вот. Надеюсь, это видео вам было полезным. Сайд-эффекты штука, ну, такая необходимая, без них в композе работать практически невозможно. Если вдруг что-то, вы с чем-то не согласны, я что-то не так сказал или наоборот, вы хотите меня похвалить и так далее. Пишите обо всем в комментариях. Я, естественно, их все читаю, на все отвечаю. Ну, а с вами был Алексей Гладков, канал Mobile Developer. Всем огромное спасибо и пока.